Жми на колокольчик и равно с подпиской на канал, чтобы не пропускать новые серии. Хо-хо-хо! С Рождеством! И не забудьте выпить Ко-ко-колу! Хо-хо! Бле! Ай, чёрт, снято! А не думай о том, чтобы пить воду между дублями вместо газировки. Я тоже об этом думала, но питается так печеньем и молоком раз в год. Врача! Каждый Санта такой. Да мы обездомным, едоголодающим. Слушай, мам, а почему Санта попрошайничает в торговом центре? Просто его дом растаял. Смена климата. Ясно. Да-да, пошли. И что же вы хотите на Рождество? Угля. Чувак, я ненавижу большинство Сант. Да, терпеть могу Сант из торгового центра. Помогите! Давай, Дэнни, веди себя естественное. Я заплатил 4 бакса за это фото. Улыбнись. Заткнись. Санта! Детишки. Почему ты такой тощий? Да, это странно и мерзко. Ну, в прошлое Рождество Санта был слишком уж тяжелый, поэтому сломал оленю ноги, когда пытался сесть в Санне. Я знал, что Бенчику было очень больно. Видя, что он больше никогда не сможет горцевать, я решил убить его. Напротив милой, ныне травмированной семьи. У них на лужайке. И с тех пор я решил, что больше не позволю воздействовать своему весу негативно ни на что вокруг. И благодаря этому упорному труду Санта стал тем Сантой, который вы видите теперь. Мне так не нравится. Ты должен уйти. Ну, ладно. И забирай свои тощие подарки с собой. Обратно в дыру. Погодите, это молоко прокисло. Санта Клаус? Это ты? Нет, я Дед Мороз. Русский Санта. И я пришел, чтобы забрать твои зубы. Че? Нет! В любом случае, ты меня видел, поэтому мне придется убить твоих родителей. Гудбай. Здравствуйте, я Дед Мороз. О мой бог, он настоящий. Я такой. Мама, нет! Итак, Санта видит меня, когда я сплю. Поэтому я никогда не сплю. О, извини. Пап? Не-не-не, я не папа, я Санта. Клево! Мам, ты наконец-то бросила этого неудачника и замутилась мужком. Че? Да, наш папа, отстой. Он думает, что он реально умный, но когда помогает с домашкой, приходится за ним исправлять ошибки. Погодите, серьезно? Да, с ним реально неловко. Когда мы ходили на поле мести, все с него дико угорали. А потом мне пришлось сказать, что он умер. Это правда? А как было бы клево, если бы у папы реально умер. Это был бы лучший подарок на жертвов в мире. Детишки, может быть вам лучше? Как же хорошо, что он все это не слышит, потому что будь это так, он бы потерял остатки собственной достоинства, которые тот может потерять с жалким патент неудачным. Да, но как-то не было, нам пора в кровать. Да, и помни, мы ненавидим отца и хотим, что он умер. С Рождеством. Каждый Санта такой. А поднять все праздничное настроение можно еще сериями прямо по аннотации на этом видео. А перевела Алена Лопатина, озвучив виски. Ага. Алена Лопатина.